Всем здравствуйте! Меня зовут Рублева Анна Олеговна. Я практикующий врач-дерматолог, педиатр. Также я специалист по питанию, нутрициолог. Сегодня мы с вами поговорим про опасные продукты. Мы поговорим, что это и бывают ли они. Перед вами известный фильм, точнее кадр из этого фильма. Он был снят в 1984 году «Любовь и голуби». Главный герой и главная героиня обсуждают полезные продукты, вредные продукты. Здесь наблюдается несколько главных тезисов, что сахар – это яд, соль – это яд, а хлебом можно отравиться. На самом деле мы сейчас называемый антикандидозный протокол, аутоиммунный протокол. То есть на самом деле представления о еде особо не изменились. Почему так произошло? Потому что вокруг еды всегда множество страхов и множество мифов. На основании этих страхов разрабатываются различные системы. Они называются чистым питанием, какими-то диетами, какими-то специальными рационами. В итоге у нас исключаются базовые продукты, которые дают нам макро- и микронутриенты. Они очень полезны для нас. Другие продукты, наоборот, возводятся в ранг священных, называются названием суперфуды. Они рекомендуются постоянно к питанию, они стоят огромных денег, вокруг них очень много маркетинга. Сегодня мы немножко попробуем в этом разобраться. Начнем мы с соли. Соль – это белый яд? Как вы думаете? Да, соль – это яд. Она вас на самом деле реально может убить. Только вам для этого нужно съесть 250 грамм соли. Что такое 250 грамм? Это 25 чайных ложек. Смерть будет долгая и достаточно мучительная, поэтому я никому это не рекомендую. Но в любом случае, да, существует опасная дозировка. А есть ли безопасная дозировка? Конечно, есть. Всемирная организация здравоохранения определила, что мы спокойно можем есть до 5 грамм соли. В чем главная опасность соли? В том, что часто мы ее едим, когда не замечаем. Она скрытая и она добавочная. Она уже добавлена в различные наши продукты. Где мы можем найти соль? В каких-то типичных продуктах, к примеру, в колбасе. Ну, вы почувствуете, что она соленая. К примеру, в вяленой рыбе вы тоже почувствуете, что она соленая. А вот, к примеру, в сладких хлопьях. Там тоже будет соль. И в этом ее самая большая проблема. Что вы съедаете вот эти 5 грамм уже с теми продуктами, в которые вы не знаете, что добавлена соль. Поэтому за солью нужно следить. А как же про сахар? Сахар у нас очень сильно демонизируется. На основе исключения сахара, к примеру, у нас существует антикандидозный протокол. По сахару тоже есть руководство ВОЗ по потреблению взрослыми и детьми. Они говорят, что нужно потреблять менее 10% от суточной калорийности. Примерно женщина метр шестьдесят пять, шестьдесят килограмм должна потреблять в сутки две тысячи килокалорий. Это значит, сколько килокалорий должно приходиться на сахара? Двести килокалорий. Что это такое? Это где-то около пятидесяти грамм сахара. То есть она вполне может съесть пятьдесят грамм добавленного сахара в день. Это будет абсолютно нормально и не будет вредить ее здоровью. Но с сахаром абсолютно такая же ситуация, как и с солью. Я сейчас расскажу, что я находила сахар в чесночном соусе Хайнс. И он там стоит на третьем месте. Только представьте, как его там много. Также кетчуп, соус терияки, курицы. Это, грубо говоря, вы просто посыпаете свои продукты сахаром. Там так много сахара. Или, к примеру, Кока-Кола. Когда вы выпиваете баночку 330 миллилитров, вы потребляете где-то в районе десяти кубиков сахара. Но если вы попьете такой чай, вы просто выплюните, вам не понравится. Почему мы не чувствуем этого? Потому что добавляются туда специальные, к примеру, кислоты. Или иммунели, которые очень много содержат сахара. Туда добавляются тоже различные фрукты, соки. И мы просто не чувствуем это. Но мы хотим это покупать. Яркая упаковка нужна для того, чтобы мы брали это с полки. А вот эти как раз качества в виде добавленной соли и добавленного сахара позволяют нам покупать это снова и снова. Молоко. Молоко – это один из самых исключаемых продуктов. Его исключают при различных заболеваниях. Его исключают при различных диетах, которые назначаются. Это модно. Оно заменяется растительным молоком. Почему? Потому что молоко в базе – это нормальный продукт физиологической секреции молочных желез, различных сельскохозяйственных животных в то время, когда они лактируют. То есть они родили, к примеру, корова родила теленка, и она начинает процесс лактации, чтобы этим молоком вскормить своего детеныша. И, естественно, там будут гормоны. В самом молоке содержится лактоза. Лактоза – это тоже сахар. И поэтому существуют различные теории, что молоко нужно убирать. Но на самом деле молоко очень сильно нам нужно. В рекомендациях всех современных сообществ, которые занимаются питанием, это различные ассоциации питания, Роспотребнадзор занимается питанием в России, они рекомендуют обязательно потреблять молочные продукты. А если молочные продукты не потребляются, то их нужно чем-то заменять. К примеру, добавками кальция, либо различными другими продуктами, которые содержат в себе кальций. Сколько нужно потреблять молочных продуктов? Где-то в районе одной-двух порций в день. Вот вам корова говорит – одна-два порции в день. Почему так? Сколько это примерно? Это один-два стакана молока, либо 40 грамм сыра. Зачем это нужно? Потому что это именно та дозировка, которая позволяет нам держать вот эту норму кальция, витаминов и белка. Если вы будете есть меньше, то обязательно нужно будет что-то придумывать. Если это растительное молоко, то оно должно быть обязательно обогащенным. Если мы не потребляем, то мы уходим в дефициты. Красное мясо. В чем его большая проблема? В том, что в 2015 году та же самая Всемирная организация здравоохранения признала, что красное мясо является канцерогеном, но вероятным. Это очень важно. То есть если у нас на данный момент курение – это 100% канцероген, то красное мясо – это вероятный канцероген для людей. Есть ли какие-то нормы, которые можно употреблять мясо и не вредить своему здоровью? Да, вполне. Разные организации еще не договорились, как это точно выглядит. Кто-то говорит один раз в неделю. Британская ассоциация говорит, что это где-то в районе 70 грамм мяса ежедневно, либо 490 грамм суммарно за неделю. Это та дозировка, которая, можно сказать, что она безопасна для нас. При этой дозировке мы не получаем риски по калоректальному раку. То есть вполне вы можете их употреблять. Красное мясо тоже очень нам нужно. То есть да, с одной стороны, оно может быть, вероятно, канцерогенно, но если мы едим мало красного мяса, мы получаем достаточно сильный железодефицит, который сложно восполнить. Если что, железодефицит – это очень распространенная вещь. Те, кто сидит в зале, 20% из вас уже имеют железодефицит. По той же Организации Всемирного Здравоохранения. Глютен, хлебушек – это отрава. На самом деле зерновые – это база для питания в Российской Федерации. В пирамиде, которую построил нам Роспотребнадзор, это базовый продукт. Мы должны употреблять его ежедневно, причем должны употреблять около 4-6 порций. Это достаточно много. Почему? Потому что в хлебе содержится огромное количество макро- и микронутриентов, которые нам нужны. Это витамины группы В, это различные клетчатка. Есть правила по выбору хлеба, что белый хлеб лучше потреблять реже, лучше, когда продукты цельнозерновые, то есть представлены из цельного зерна. Да, у нас есть так называемая безглютеновая диета. У нее есть очень большая проблема, потому что сейчас ее соблюдают люди, которым она абсолютно не нужна. Безглютеновая диета нужна людям только тем, которые страдают целиакией. И для них это огромное мучение. Я вела детей, которые страдают целиакией, там вплоть до того, что нельзя нарезать продукты, где когда-то был хлеб. И они ходят в специальные рестораны, где никогда они не могут получить там какой-то воздух, в котором витают, к примеру, хлебные крошки. Это для них прям опасно. Для всех остальных людей это безопасно. Как много людей страдают целиакией? Всего лишь 0,3% европейской популяции. Вот так мало. Но безглютеновую диету соблюдают очень многие. Фастфуд. Фастфуд и точка. Это что такое фастфуд? Фастфуд это вообще определение. Ничего в нем как таковом плохого нет. Это питание, в котором мы уменьшаем время для употребления и приготовления пищи. Упраздняем столовые приборы. Это можно есть вне стола. Это удобно, это просто, это современно. С нашим ритмом жизни мы не можем позволить себе готовить какие-то сложные блюда. Никто из вас не делает утку по-пекински. Это естественно. Конечно, очень удобно заказать какую-нибудь картошку фри, съесть ее на бегу или съесть пиццу. Проблема фастфуда в чем? У вас в достаточно маленькой дозировке достаточно высокая калорийность. То есть вы едите один бургер и вы получаете в районе 400 килокалорий. А норма, к примеру, на женщину 1,65-1,60 килограмм, 2 тысячи. Она за один раз, за один бургер съела 1,5 своей суточной калорийности. При этом в этом бургере мало кальция, мало витаминов группы В12, витаминов группы В, водорастворимых, жирорастворимых витаминов. То есть она не получила полезные витамины. Но что она получила? Она получила добавленную соль, она получила добавленный сахар и добавленные трансжиры. И в этом большая проблема фастфуда. Сейчас я вам расскажу две разные истории на первый взгляд. Но на самом деле они про одно и то же. Морган Сперлок, можете посмотреть этот фильм, он называется «Двойная порция». Он в доступе, он прекрасный. Морган журналист, он питался 30 дней только в Макдональдсе. И в итоге он ощутил, что ему стало очень плохо за 30 дней. Он набрал около 20 килограммов. У него ухудшились показатели крови. Там появились вредные холестерины, которые ведут к серьезным заболеваниям. И он сделал вывод, что питание в Макдональдсе может нас убить. Но рядом вы видите историю Джона Сисна. Это учитель Лиза Йовы, учитель естествознания. Он решил сделать классную работу для своих учеников. Он попросил их составить максимально сбалансированный рацион в Макдональдсе. Он придерживался его 30 дней, и за 30 дней он потерял около 10 килограмм. Почему эта история про одно и то же? Потому что в первом случае Морган Сперлок потреблял 5000 килокалорий. То есть у него был профицит. Он потреблял больше калорий, чем ему было нужно. При этом у него была адинамия. Он не двигался. Он потреблял больше калорий. Он мало двигался. И поэтому возникали все его проблемы. Джон Сисна постарался максимально сбалансировать свой рацион. Даже в Макдональдсе. Он сделал себе 2000 килокалорий. При этом он вел активный образ жизни. Он общался со студентами. Занимался спортом. И он смог похудеть. Что это значит? Это значит, что вы выбираете, какой процент у вас тех или иных продуктов в рационе. Это неплохой Макдональдс. Это ваш выбор. Если я вас не убедила, то это Райан Уильямс. Вы можете найти его в Ютубе. Первая фотография – это до его 30-дневного эксперимента по сушке в Макдональдсе. А это после. Все могут найти. Я думаю, Райан всех убедил. Суперфуд. Ну, у нас есть вредные продукты. И у нас есть полезные продукты. Которые очень активно растиражированы маркетингом. Сейчас я расскажу три очень важных представителя. Первый – это гималайская соль. Гималайская соль не полезнее, чем обычная соль. Морская соль не полезнее, чем обычная соль. Красный цвет не потому, что в ней железо, а потому, что это просто особая примесь минерала. При этом гималайская соль добывается старинным и ручным трудом, детским трудом. Она не очищенная никак. То есть часто, когда люди потребляли гималайскую соль, они потом превышали показатели мышьяка и кадмия. Это не полезный продукт. Это продукт, который просто красивого цвета. Он продается в красивых пачках. Он стоит 500 рублей за полкилограмма. И в этом вся его прелесть. Коричневый сахар – это не полезный сахар. Чтобы вам получить пользу от этого сахара, вам нужно съесть его килограммами. И только тогда вы получите нужные вам микроэлементы, которые есть. Потому что считают, что тростниковый сахар, он более натуральный. Он не более натуральный, он просто остается тем же сахаром. Что самое интересное, что именно с коричневым сахаром маркетологи сообразили, что класс, коричневое продается лучше. И они просто начали красить его в коричневый цвет. И зачастую вы можете купить коричневый сахар, который просто покрашен коричневым красителем. Он будет стоить дороже, но это будет абсолютно тем же самым сахаром. Спирулина. Я ничего не имею против спирулина. Я порой понимаю, что вегетарианцам нужны дополнительные добавки В12. Но именно со спирулиной связан очень плохой факт. Когда случилась эпидемия COVID-19, люди стали бесконтрольно принимать препараты антикоагулянты. И именно спирулина в сочетании с антикоагулянтами вызывала большое количество негативных эффектов. В виде повышенного кровотечения, к примеру, или усиления каких-то заболеваний. Почему? Потому что спирулина – это размельченная водоросль. Водоросли вбирают в себя все вещества, которые содержатся в воде, там, где они произрастают. И люди получали различные элементы и не знали, что это за элементы. И они влияли на их организм. То были какие-то странные продукты, которые очень дорого строили, и они называются суперфудами. А сейчас мы вернемся к продуктам, которые очень часто присутствуют в нашем холодильнике или на полках. Но они не называются суперфудами. На самом деле, условно, это входит в понятие суперфуды. Я расскажу сейчас почему. Но просто вокруг них нет такого маркетинга. Первое – квашеная капуста. Большое количество клетчатки и витамина С. Прекрасный продукт, при этом ферментированный продукт. Он поможет нашей микробиоте хорошо функционировать. Селедка. Жирная рыба – это омега-3. Омега-3 помогает нашему организму. Кефир. Прекрасный ферментированный продукт. Тоже почему нет? Достаточно дешевый. Но никто не строит вокруг кефира свою маркетинговую империю. Чайный гриб. У него есть новое модное название – камбуча. Да, камбуча чуть лучше продается, чем чайный гриб. Но на самом деле чайный гриб прекрасен. Субпродукты. Почему они называются суперфудом? Потому что вы можете съесть всего лишь 5 грамм паштета, к примеру, из печени. Или саму печень и получить норму витамина В12. Это суперфуд. Его просто не засунули в капсулу. Йодированная соль. Да, это соль. Но если вы потребите именно йодированной соли до 5 грамм по нормам ВОЗ, то вы получите норму йода. И вам больше не нужно будет потреблять дополнительно, к примеру, калий-едит или препараты с калий-едитом. Также морская капуста. Включая в рацион постоянно морскую капусту, вы получите норму йода. Костный бульон – это аналог с очень раздутого современного коллагена. Это также аминокислоты, которым вы можете обогащать, к примеру, дополнительно продукты. Вы можете его пить. Он будет влиять на ваш организм. Вот простые продукты, но по большому счету это и есть суперфуды. Так значит, суперфуд – это любой продукт, который содержит большое количество хороших микро- и макронутриентов. Вот уже меняется наше представление на маркетинг. Сейчас мы поговорили о полезных продуктах, а сейчас я вам расскажу о страшном веществе. Абсолютно чистая химия. Вызывает страшные ожоги. В большом количестве, когда вы потребляете, возникает отек головного мозга, головокружение. Он абсолютно у всех у вас. Это вещество убило вот эту женщину, Дженнифер Стрэндж. Ее убили 7,5 литров воды. Она участвовала в конкурсе. Решила выиграть Нитенду Ви на одной из радиостанций. Конкурс был очень простой. Вам нужно выпить максимальное количество воды. Она выпила 7,5 литров воды. Через 4 часа она ощутила недомогание. Через 10 часов она умерла от отека головного мозга. Вода вредная? Вода – опасный продукт? Нет, конечно, нет. Просто не нужно пить ее в большом количестве. Об этом, кстати, знают спортсмены. И именно поэтому они не употребляют воду. Когда бегают, к примеру, в марафон, либо крутые баскетболисты бегают свой матч, они пьют специальный изотоник, в котором содержатся различные элементы. Что еще может нас убить? Нас может убить миндаль или яблочные косточки. Почему? Потому что в них содержится цианид. В нашем организме он преобразуется. Нам достаточно 18 яблочных огрызков или, к примеру, большую миску сладкого миндаля. И мы вполне себе умрем. Смерть будет достаточно мучительная. Кстати, что самое интересное про яблоко, что если вы будете есть яблочные огрызки вместе с яблоком, то вы не умрете. Потому что цианид нейтрализуется глюкозой, которая содержится в этих яблоках. А вот у нас Мэтью Крем, потрясающий мужчина. Он, кстати, был бы очень рад, что мы выставили его фотографию, потому что вся его жизнь сейчас – это популяризация этого случая. Что он сделал? Он разгрыз три вишневые косточки и съел их содержимое. Он подумал, вау, класс, они пахнут миндалем. Ну, мы уже знаем, что миндалем у нас пахнет цианид. Он их съел, попал в клинику в крайне тяжелом состоянии, но он выжил. Красная фасоль – тоже неожиданно опасное блюдо, да? Три фасолины могут вызвать у нас страшные явления. Но красная фасоль на данный момент, доказанно, не убила ни одного человека. Почему? Потому что наш организм так быстро пытается избавиться от продуктов распада красной фасоли. Там содержится фитогемоглютигин. Он связывает наши эритроциты, что начинается безудержная рвота, и мы избавляемся от всей фасоли, которую съели. Именно поэтому у нас нет ни одного зарегистрированного смертельного случая. Но при этом красная фасоль опасна. Кстати, красную фасоль, чтобы она перестала быть опасным, просто нужно готовить на высоких температурах, 100 градусов и выше. Если вы приготовили так, то она становится безопасной, очень полезной. Красная фасоль – прекрасный продукт. Но если вдруг вы решили приготовить красную фасоль на 30-40 градусов, то она становится еще более злой. Что еще может быть у нас опасно? Разогретый рис. Это вопрос, кстати, по поводу суши. Почему? Потому что сырой рис может содержать споры бактерий, которые вызывают различные пищевые отравления. Эти споры выживают, когда вы варите рис. И здесь очень важно, чтобы когда рис перестал испускать дым, вы засунули его в холодильник. Потому что если вы это не сделаете, это прекрасный термостат для бактерий. И они там просто будут дальше размножаться. И проблема здесь, наверное, скорее не в повторном нагреве, а в том, как хранился этот рис до того, как вы его нагрели. То есть, опять-таки, продукт опасным делает не сама даже бактерия, не рис, а то, что вы неправильно храните этот продукт. Кластридиум ботулину – одно из самых страшных веществ. Это ботулотоксин. 4,5 килограмма ботулотоксина может убить всё человечество на земле. В чём проблема? В том, что сама вот эта палочка, она содержится в различных маринадах, консервах. Это определённые условия без кислорода. Она размножается. И получается, что вы можете съесть ядовитый продукт. Как понять, что продукт не ядовит? Смотрите внимательно на крышку. У консервы должна быть невздутая крышка. У маринованных огурцов она должна быть идеально ровная. Она должна быть немного вдавленная. Если вы почувствовали неприятный вкус, у вас как-то она странно открылась, такой продукт больше нельзя употреблять. Вы его отставляете и больше никогда не едите. Это может быть очень опасно. Здесь есть только один важный момент, что часто люди не знают, что детям до одного года нельзя давать мёд. Почему? Мёд – это тоже среда, куда может поспасть вот это кластридиум ботулином. И у детей есть детский ботулизм. Что самое интересное, что на данный момент случаев детского ботулизма в некоторых странах даже выше, чем взрослого ботулизма от употребления этих консервов. Какой мы делаем вывод? За нас вывод сделал врач Процельс, что всё есть яд и ничто не лишено ядовитости. Только лишь одна доза делает яд незаметным. Это мы решаем, продукт ядовит или нет. Это мы определяем, едим фастфуд. И это он влияет, если мы едим его слишком много, и тогда он влияет на нас негативно. Если мы едим его мало и в нужных количествах, для нас это какой-то редкий поход в Макдональдс, то ничего плохого не происходит. Если мы с вами начинаем переедать эти продукты, то у нас возникают различные негативные эффекты. Давайте внимательно относиться к своему здоровью, давайте изучать науки о питании, ведь науки о питании – это науки о жизни. Сухой рис вы храните на полке. И важно, чтобы он не контактировал с водой. Когда вы его приготовили, вы дождались, когда пар перестаёт идти, и, да, тёплый рис вы кладёте в холодильник. Здесь важно, чтобы вы обязательно закрыли рис крышкой. Почему? Потому что если вы не закроете другие продукты из вашего холодильника, могут туда принести бактерии. Вообще хранение в холодильнике достаточно важная вещь. В холодильнике должно быть достаточное место для продуктов. И важно, чтобы вы не хранили рис на самой верхней полке. Почему? Потому что там самая высокая температура. Опасность соли в том, что там большое количество натрия. И когда мы потребляем большое количество натрия, у нас может возникнуть гипернатриемия, которая, к примеру, выражается в повышенном артериальном давлении. Если мы съедим большое количество йодированной соли, да, мы можем перебрать натрий, но мы не можем перебрать йода, потому что йода нам достаточно много нужно. То есть объесться йодированной соли, что потом был гиперядид, ну, как бы это просто невозможно. Вы солите йодированной солью продукт точно так же, как вы солили бы обычной солью, да. Причем вы можете прочитать в интернете, увидеть, что там будут рекомендации по поводу того, что нужно добавлять только в теплый продукт. Ни в коем случае нельзя в горячий. На данный момент это несостоятельно. У нас такая формула йода, это государственная программа. Мы так йодируем соль, что там спокойно можно добавлять даже в очень горячий продукт и даже кипятить вместе с этой солью. Йод не разрушится. Кстати, вот йодированная соль – это одна из возможностей в Российской Федерации перестать быть дефицитным регионом по йоду. На данный момент у нас есть до сих пор проблема. Это большая. У нас почва объединена йодом и вырастают растения, в которых тоже мало йода. Поэтому нам нужно потреблять йод дополнительно. Для кого это особо актуально? Ну, для нас с вами мы где-то точно найдем йод, мы когда-нибудь съедим какую-нибудь капусту, либо какие-то другие источники йода. Это очень важно для беременных женщин, для женщин, которые кормят грудью. Почему? Потому что то, что ест женщина, то ест ее ребенок. А если он мало получает йода, у него возникает страшное заболевание и кретинизм. Его мозг не развивается так, как нужно. У суши есть две большие проблемы. Во-первых, это рис, мы уже поняли. А вторая большая проблема – это что рыба не всегда надлежащего качества. И да, вместе с суши мы можем получить различных паразитов. Именно поэтому нужно выбирать наиболее хорошие рестораны, где это можно заказать или съесть. Вы можете приготовить суши самостоятельно, но тогда вам нужно либо очень хорошо уметь выбирать сырую рыбу, что достаточно сложно, либо покупать замороженную, размораживать ее самим, либо вы выбираете место, где это есть, и где это делать надлежащим способом. Пицца – это фастфуд. Вообще в пицце есть проблемы. Во-первых, это продукт глубокой переработки. Это у нас и пицца, и различные пасты, и лазанья, и пирожки. Это все фастфуд. Хлопья быстрого приготовления – это все быстрая еда. И она вся содержит малое количество микро- и макронутриентов. И именно поэтому нам нужно… При этом она достаточно высоко калорийная. И именно поэтому нам нужно дополнительно с ней есть другие продукты, которые насытят наш организм. Миндаля, чтобы отравиться, нужно съесть очень много. Это большая миска, как две мои ладони. Столько миндаля съесть просто сложно. При этом у вас будет… Если вы будете есть его достаточно медленно, у вас реакция будет, и вы будете просто извергать этот миндаль из себя. То есть вы не успеете прям так сильно отравиться. На данный момент известны случаи отравления косточками яблочными, смертельные, потому что люди специально измельчали их. То есть они пытались специально себя убить этим. Семечками яблочными можно отравиться. Отравиться обычными семечками. Вообще отравиться можно всем. Смотрите, можно ли отравиться кофеином? Вы можете отравиться кофеином. Только для этого нужно выпить 130 чашек. Ну тут еще вопрос, вы отравитесь от кофеина или от воды, и получите водную интоксикацию. Но да, вы можете отравиться абсолютно любым продуктом. Если съедите его слишком много. Ну, к примеру, для банана, чтобы получить гиперкалиемию, вам нужно съесть 200 бананов. Ну это просто физически очень сложно. Я думаю, для семечек есть точно такая же дозировка. Для абсолютно всех продуктов есть эта дозировка. Все продукты опасны, если вы едите их очень неправильно. Норма шоколада в день привязана к нормам Всемирной организации здравоохранения по сахару. Если мы говорим про отравление тиабрамином, одним из веществ, которые содержатся в шоколаде, то такие нормы, там вам нужно съесть порядка, по-моему, 150-200 шоколадок. То есть тогда только дозировка у тиабрамина будет смертельной. Если мы говорим с вами про сахар, да, то есть вы считаете калорийность добавленных сахаров в этом шоколаде и смотрите, сколько это по дневной норме. Самая большая опасность сахара – это не в том, что вы получите какие-то страшные заболевания, как сахарный диабет. Самая опасность сахара, о которой говорит ВОЗ, что это настоящая эпидемия, – это эпидемия кариеса. Сахар чаще вызывает кариес, чем сахарный диабет. Вы можете заменить на продукты шоколада, которые содержат меньшее количество добавленного сахара. Ну, к примеру, вы видите сникерс или тёмный шоколад. Вы можете съесть тёмный шоколад. Но при этом у вас есть спокойно, вот я думаю, что где-то у вас норма потребления где-то в районе 2000 килокалорий, вы спокойно можете съесть 200 килокалорий добавленного сахара. Ну, это условно там половина сникерса. Есть две ситуации. Есть чистая аллергия на молочные продукты. Это тогда, когда белок молочного продукта вызывает у нас аллергическую реакцию. Она обусловлена генетически, она обусловлена, допустим, дефектом какого-то гена. Это очень сложная реакция. Она потом у детей может проходить со временем. Это отдельный вопрос аллергологии. Они мучаются об этом до сих пор. Если мы с вами говорим о так называемой псевдоаллергической реакции, часто лактазная недостаточность, то это совершенно другой процесс. Это да, это может возникать с возрастом. Люди могут ощущать некоторые негативные эффекты от приёма молока. Как с этим можно побороться? Можно его просто меньше пить, можно его на что-то заменить. Это часто дозозависимая вещь, поэтому можно, к примеру, уменьшать количество употребляемого молока или, к примеру, заменить на другой продукт. Молоко будет плохо переноситься, кефир будет переноситься лучше. Или сыр. Курица – опасный продукт, если вы едите плохую курицу. Вообще, пищевая безопасность устроена так, что если вам что-то не нравится в продукте, ну, к примеру, вы открываете пачку, почувствовали неприятный запах, какой-то странный цвет, безопаснее будет не есть этот продукт, чем его съесть. Его польза будет намного меньше, чем предполагаемый вред. Тогда курица однозначно опасна, вне поселились бактерии, есть её нельзя. Если… Когда ещё может быть курица опасна? Когда у вас есть аллергическая реакция на курицу? Да, это вполне может быть опасно, вплоть до анафилактического шока. Вот. Есть ли какая-то доза белка курицы, которая может быть опасна? Да, гипотетическая доза белка есть. То есть мы знаем про так называемое белковое отравление, если вопрос задан так, то да, мы можем съесть так много белка, что потом получим негативные эффекты. Смертельные случаи я не знаю, но, возможно, где-то в странах, к примеру, Таиланда, где огромное количество морепродуктов, которые содержат очень много белка, наверное, там это было вплоть до смертельных случаев. Норма белка – это очень странный вопрос. Почему? Потому что она для всех очень плавающая. Смотрите, средняя норма белка для обычного человека и ребенка – это от 0,8 грамм на килограмм массы тела до 1 грамма на килограмм массы тела. Как только у нас возникают какие-то заболевания, или мы активно тренируемся, или у нас меняются цели и задачи, мы, к примеру, хотим нарастить себе красивый рельеф, или просто, к примеру, стать больше, то нам нужно есть больше белка. И это все очень взаимосвязано. Вообще таблица содержания белка – это целое искусство, потому что мы не всегда можем понять, сколько требуется конкретному организму, чтобы восполнить его норму белка. Вот, к примеру, как посчитать норму белка для женщины 60-70 лет, у которой есть ревматоидный артрит? И это все достаточно сложно, этим занимаются специалисты-диетологи. Они считают конкретно для каждого человека эту норму, и даже потом в процессе порой ее меняют. Это искусство. Я не люблю мультифитамины. Почему? Потому что не всем людям нужны те витамины, которые содержатся в этих комплексах. И, к сожалению, эти комплексы не всегда работают так, как мы хотим. Мы же что хотим? Мы хотим выпить этот комплекс, и чтобы у нас перестали быть какие-то дефициты. Мы видим там какую-то норму, которая написана на основании Роспотребнадзуровских норм. И мы думаем, что мы защищены. В итоге у нас ложные надежды. Зачем это нам нужно? Вообще все витамины, кроме витамина Д, по нему самый большой вопрос, мы можем употребить вместе с пищей. Вы можете создать классный, здоровский рацион, в котором периодически будет фастфуд, в котором будет большое количество зеленых овощей и фруктов, и при этом получить все витамины. Зачем вам дополнительные капсулы, в которых может содержаться, к примеру, дополнительные примеси, или не те витамины, которые вам нужны. А мы что помним? Самое главное. Гипервитаминоз намного страшнее, чем гиповитаминоз. Особенно если мы говорим про жирорастворимые витамины. Жирорастворимые витамины могут накапливаться в нашем теле. Я не люблю обезжиренные продукты, потому что я врач-драматолог. Обезжиренные продукты могут быть ассоциированы с заболеванием акне, это угревая сыпь, в индивидуальных случаях. При этом, когда мы едим обезжиренный продукт, мы можем им неосознанно объедаться, потому что тут же маленькое количество жирности, я могу съесть намного больше, и мы перестаем слушать себя. Это меняется наше отношение с едой, что ведет к расстройствам пищевого поведения, что очень страшно. Вы едите тот продукт, который вам нравится, и от которого вы получаете удовольствие. Если вы едите 9% и говорите, о боже, я не могу это жирнять, оно у меня остается все во рту, то не ешьте его. Если вам нравится, почему нет? Вы можете съесть условно 50 грамм любимого вам продукта или 100 грамм нелюбимого, так лучше съесть 50. Разница в калорийности абсолютно небольшая. Есть рекомендации для некоторых заболеваний, когда у нас есть, к примеру, очень сильная дислепидемия, содержание в крови холестерина, плохого к хорошему, оно очень плохое вот это соотношение. То есть мы понимаем, что это может привести к рискам, к примеру, инсульта, инфаркта. Если у вас нет этой патологии, то вам не нужно вообще об этом заморачиваться. Вы едите, вы получаете удовольствие от жизни, вы получаете удовольствие от еды. Я не вижу смысла тут задумываться именно о жирности. Вы можете есть упаковку творога, но тут вопрос в другом. Зачем делать такой однообразный себе завтрак, когда вы можете из творога сделать, к примеру, на ужин себе салат с зеленью и огурцами, когда вы можете на завтрак сделать сырники, а на обед, к примеру, испечь себе вкусный пирог или какую-нибудь запеканку. Вы можете творог, он очень похож на различные сыры, порой добавить сыр, и вот ваша жизнь уже намного разнообразнее, и у вас нет этого ежедневного творога. Проблема мюсли очень большая в чем? Во-первых, множество мюсли – это обработанные продукты. Многие из них – это ультраобработанные продукты. Что это значит? Они под очень высокими температурами, очень длительно обрабатывались, и в них практически не осталось полезных микро- и макронутриентов. При этом туда добавили очень большое количество сахара. Если вы посмотрите фитнес-хлопья от Несле, к примеру, вы увидите там, что от фитнеса там только название, там сахара больше, чем само содержание хлопьев. И в этом самая большая проблема. Если вы дома запекаете для себя с каким-то небольшим количеством, к примеру, меда, гранолу, и потом ее едите, скорее всего, получите цельнозерновой продукт с малым содержанием сахара. Можете добавить туда орехов. Да, он наполнит ваш организм. Но если вы покупаете готовую пачку, в которой уже содержится, и за вас добавил все производитель, то, скорее всего, он не позаботился о вашем организме, и вы получите, по большому счету, сахарный десерт. Если вы относитесь к этому, как к десерту, все отлично. Если вы думаете, что это наполнит ваш организм, вот здесь есть проблемы. Мясо курицы и мясо индейки прекрасно. Вопрос о пользе очень относительный. В мясе индейки содержится чуть больше белка. Вам легче в индейке найти какие-то обезжиренные кусочки, потому что, к примеру, мы говорим, если про курицу, то часто она в дополнительном жиру. Есть идея по поводу кормления, что индейка содержится чуть лучше, ее чуть меньше пичкают антибиотиками, но это все очень относительно. У нас есть определенные стандарты, и за этим стоит Роспотребнадзор, что все мясо, которое появлялось на рынке, оно было с определенным содержанием антибиотиков, поэтому, если мы говорим, что лучше, это или то, все прекрасно, выбирайте то, что вам нравится, чередуйте. Вообще, когда вы циклитесь на одном продукте, я хочу из продукта X получить ингредиент A, это очень плохо, это ведет к тому, что вы, в принципе, неправильно воспринимаете питание. Наше питание, оно соответствует действительности, оно подходит к нам, оно адаптивно, оно в том количестве, в котором нужно вашему организму, это то, что вам сейчас требуется. Вы порой очень редко объедаетесь, это тоже нормально. Мы посмотрели статистику нутрициологи, в итоге 70% людей объедаются на Новый год, если вы объедаетесь, вы просто составляете норму. Порой мы объедаемся, порой мы недоедаем, порой мы не успеваем, это все абсолютно нормально, снижайте свою тревожность по поводу еды. Не существует идеального ингредиента, не существует волшебной квашеной капусты, не существует здоровского костного бульона. Это все часть нашей еды. В чем правило? Разнообразие, адаптивность, адекватность. И это здоровый рацион. Постоянно в нашем холодильнике должны быть овощи, фрукты и зелень. Почему? Потому что ежедневно Всемирная организация здравоохранения рекомендует нам есть более 500 грамм овощей и фруктов ежедневно. Обязательный продукт. В нашем холодильнике должны быть молочные продукты. Почему? Потому что нам нужно потреблять 1-2 порции молочных продуктов, чтобы потребить нужное количество кальция. Что еще обязательно там должно быть? Какая вкусняшка. Зачем? Потому что нам порой бывает всем немножко грустно и хочется порой чего-то сладкого. Мы можем вполне себе это позволить. Что еще должно быть в нашем холодильнике? Крупы. Возможно, сваренные. А может быть, тогда, если они не сварены, то они на нашей полке. Почему? Потому что цельнозерновые должны присутствовать в нашем рационе ежедневно. Орехи и семена лежат не в холодильнике, но они тоже нам нужны. При этом там должен быть обязательно белок. Обязательно. Белка нужно потреблять достаточно. Если вы хотите похудеть, то тогда тем более нужно потреблять достаточное количество белка. В среднем считается как? Что вы можете потребить одно-два яйца в день. Проводились определенные исследования, когда люди ели очень много яиц. Это для кого актуально? Это актуально для людей, у которых огромное количество холестерина в крови. И даже у них эти колебания холестерина были минимальны. Почему? Потому что мы когда едим с вами яйца, то у нас повышается холестерин не совсем из-за того, что холестерин он внутри яйца, а он еще повышается из-за нашего организма, потому что мы страдаем определенными заболеваниями. Но даже для людей, которые страдают заболеваниями, проводились исследования, они ели очень много яиц, там 3-4-5 яиц, у них повышался холестерин не так сильно, поэтому это скорее миф. Но ассоциации опасаются давать рекомендации, они боятся говорить, что ешьте сколько хотите яиц. И они ограничили, они считают, что нужно есть где-то в районе 1-2 яйца в день. И здесь уже другой вопрос, зачем вам есть 10 яиц в день, 5 яиц в день, когда вы можете съесть одно яйцо, порцию курицы, порцию маленькую говядины, делать свой рацион разнообразным, поедая только яйца, вы не получите нужные вам микро- и макронутриенты. Безопасных доз алкоголя не существует, это раз. Но Всемирная организация здравоохранения говорит, что мы можем выпить определенное количество этилового спирта, они рассчитали это на каждый напиток, каждый день допустимым количеством может быть, к примеру, 1-2 бокала пива, 1-1,5 бокала вина, это для мужчины доза, для женщины доза меньше, вообще идеально, когда это, конечно, все рассчитано на килограмм массы тела, потому что мы понимаем, что мужчина у нас может быть 100 килограмм, и для него 2 бокала пива будут абсолютно нормальным, но у нас есть мужчины, к примеру, там 60 килограмм, и для них 2 бокала пива, это уже будет высоковатая дозировка. Но даже при этом, что ВОЗ, они написали дозы, там 16-14 грамм этилового спирта чистого, но все равно они говорят, даже вот эта безопасная доза не должна приниматься каждый день, вы все равно делаете перерывы, то есть у вас есть неделя, 7 дней, вы потребляете алкоголь только 3 или только 4, вы делаете отдых. Когда мы не делаем отдых, когда мы не понимаем, почему мы не делаем отдых от алкоголя, когда мы не можем остановиться, это уже вопросы. Рыбафугу это традиционное блюдо японской кухни, это целая культура, у них специальная сертификация, человек учится 2 года, чтобы правильно ее готовить, и там супер классный тест, человек готовит рыбуфугу на скорость, то есть там есть определенное время, за которое он должен правильно ее распотрошить, готовит из нее специальное блюдо, и он его должен сам съесть. Если он экзамен не сдает, то он просто умирает, вот бы нам такие экзамены в УЗИ. Так что там профессионалы, это минимально опасное блюдо на данный момент, потому что туда допускают специальные люди, у них и специальные документы, что они прошли этот экзамен. Сейчас на данный момент все отравления от рыбы фугу связаны с тем, что люди решили приготовить ее сами. К примеру, выловили, и решили, я сейчас посмотрю в Ютьюбе, как ее делать, и сделаю что-то то же самое. И, конечно, это может привести к страшным последствиям. У рыбы фугу есть небольшой секрет. Она вредна только тогда, когда вы ее выловили в открытых водах, потому что сама рыба фугу, как таковая, она не опасна. Она поедает различные бактерии, которые в ее организме выделяют токсин, и только потом она становится опасной. То есть сама рыба тоже не виноват. Пластик это большая проблема. На данный момент микропластик находится в абсолютно всех живых существах. У нас с вами есть микропластик. Если мы говорим про опасность, исследования проводятся до сих пор. Это очень сильно волнует общественность. Принимаются различные уже меры по вылову в океане пластика. На данный момент мы не знаем, как он влияет на наш организм, но он есть точно у всех. Кстати, по поводу пластика, также, к примеру, есть тефлон у нас у всех в организме. Как это влияет в малых дозировках, мы пока что не знаем. Будет ли он дальше накапливаться? 100% будет, потому что он у нас в дожде, он у нас в почве, он у нас в рыбе, рыба накапливает этот пластик очень активно. Поэтому здесь огромный вопрос, я думаю, нас ждут интересные открытия по поводу того, как мы навредили нашей экологии. Таких, кстати, несколько продуктов. Вот история тефлона очень интересна, уже можно посмотреть, когда тефлон очень долго, очень крупная компания Дюпон производила тефлоновое покрытие, которое содержало в себе, можете все посмотреть, шикарный фильм «Темные реки», да, по-моему, «Темные реки», там как раз персонаж, он борется с этой компанией Дюпон, они создали вот это тефлоновое покрытие, которое нас всех по большому счету отравило, мы все сейчас содержим в себе повышенное количество вот этого фосфорсодержащего элемента, выплатили огромные компенсации, потенциально это всем нам будет вредить. Кстати, это не первая история, когда что-то вредит нашему организму, к примеру, у нас была определенная обработка бензина, когда туда добавлялся свинец, и почему-то ученые не учли, что когда двигатель внутреннего сгорания у нас избавляется от бензина, сжет его, то свинец этот выделяется в атмосферу, мы все немножко отравлены этим свинцом, и он до сих пор у нас находится. Да, мы порой применяем какие-то странные методы, а потом об этом жалеем, но я надеюсь, что мы будем максимально стараться и как-то минимизировать эти риски. По крайней мере, так всегда было. Живем на одной планете пока что. В любом чае содержится меньше кофеина, чем в кофе. То есть, вот то, что написано, что в чае содержится больше кофеина, это все миф. В кофе всегда содержится больше кофеина. И именно с этим связан тонизирующий эффект. Если мы говорим про стимуляторы, то это кофеин, он стимулирует. Если мы говорим про чай и кофе, это вообще абсолютно разные напитки. Когда употребляете чай, вы, к примеру, можете дополнительно выпить флавоноиды, это такие специальные вещества, которые обогащают наш организм, и тоже там определенным образом могут положительно влиять, могут негативно влиять, если это определенная биодобавка с зеленым чаем. Но если мы пьем обычный чай, то мы получаем вот эти положительные эффекты. И они доказаны, то есть это реально научное исследование, потребляя чай, мы можем улучшить, к примеру, какие-то состояния. По поводу кофеина, можно ли получить передозировку кофеина как стимулятора? Да, можно. Есть определенные дозы. Кстати, они тоже касаются детей. До 12 лет детям лучше не употреблять кофеин, потому что мы не понимаем, как он на него, на ребенка может повлиять. Потом потихоньку мы расширяем. И это, кстати, по поводу кофеина есть еще одна вещь. Энергетические напитки. Они тоже содержат огромное количество кофеина. Может ли этот кофеин негативно влиять? Да, может. Представьте, это смесь с огромным количеством сахара, с огромным количеством кофеина. И да, они могут слишком сильно простимулировать наш организм. на данный момент лечебные свойства ясентуков, они не доказаны большой медициной. То есть, все исследования, которые есть, они не могут говорить, что там лечат какие-то заболевания. Можно ли пить ее? Да, конечно, вы можете пить спокойно эту минералку, но не нужно пить ее в большом количестве, потому что там содержится радиевая, ртутная, абсолютно разные минеральные воды на любой вкус. Не нужно пить их слишком много, вы можете перепотребить вот этих электролитов, это тоже вызовет негативные эффекты. Заменять всю воду не нужно, но спокойно можете выпить ничего такого, не будет всем нравиться вкус, почему нет. пить.